У нас немало проблем. И первое, и самое главное, Минский горосполком, администрация районов стали отрываться от реальных потребностей людей. Работа часто ориентирована на процесс, а не на результат. Бюрократизма, волокиты в решении насущных вопросов в жизни людей предостаточно. Я ведь не витаю в облаках, я понимаю, что происходит в стране. И понимаю, что у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние 3-5 лет пришлось отправить немало минчан. Но поверьте, на этих людях клейма ставить негде. Слушайте, как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей? Когда занимаются поборами, собирают какие-то деньги для себя. Многие, многие думают, а вот пойдут эти реформы, мы будем обязательно богатыми. Вот приватизируем всю государственную собственность. И десять ковалочек и нам достанется. Не достанется. Не достанется. Не рассчитывайте на это. Потому что коррупция – это ржавчина, которая разъедает не только экономику, разъедает общество, весь уклад, которым мы живем, который мы создали. Все в мире оценили Беларусь как страну самой низкой в мире коррупции. Нам не надо платить мзду для того, чтобы сюда прийти, а еще кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе, я не ваш президент. И вы не голосуйте за меня. Еще раз подчеркиваю, коррупция – это ржавчина. Это унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину.